Проект «Технологии выживания» существует более пяти лет. Его основатель Юрийевич вложил в него боевой опыт, полученный на Донбассе и в Сирии. В рамках проекта организаторы подготовили несколько курсов, тематических лекций и семинаров. Курс по тактической медицине включает отработку навыков оказания первой помощи в военных условиях. Саровская общественная организация ветеранов-воин пригласила руководителей курса в Дивеевский район и организовала полевые учения в лагере «Казачий острог». На курсе к тактической медицине смогли побывать как действующие военнослужащие, так и обычные люди. Иногда мы приезжаем целиком, потренируем подразделения. В данном случае были не подразделения целиком, а желающие люди из различных силовых структур города Сарова, как я понимаю, и окрестностей. Плюс было несколько человек гражданских, местные военно-патриотические клубы, которые готовят юношество к службе в армии, работают с молодежью, с подростками. Основная цель курса – научить организовывать медицинскую службу на поле боя. В течение трех дней участники изучали теорию, учились оказывать первую помощь при ранениях, занимать правильные боевые позиции и применять тактики. В заключительный третий день бойцы оттачивали свои знания и навыки в имитационном бою. Обычный наш курс включает ровно три дня, базовый курс. Это первый день – теория, буквально 10 часов, где разбирается очень много различных аспектов. Второй день – медицинские навыки, пинты, жгуты, гемостатики, капельницы и множество других манипуляций. Третий день – имитация боевой обстановки. Руководители проекта проводят курсы в различных городах России. Следить за новостями и связываться с организаторами можно в группе ВКонтакте «Технологии выживания. Токсическая медицина». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.